Тили-тили-тили-тили-тили-ли-ли-ли Ну смотри, мы работаем с детьми, мы работаем со взрослыми Ну да Вот твои мысли вслух по поводу, надо ли обучение мамам? Обязательно Что оно даст мамам? Даже вопрос, что оно даст мамам, это просто как, знаешь, на него ответ сразу, даже ответа, мне кажется, в общем, как я путанно говорю всегда, оно дает, вообще, если мама обучается, если мама осознает все, оно дает, ну все, ребенок выходит из болезни. Полное исцеление, быстро, быстро, со счастливым концом, короче, да, на самом деле, да, на самом деле, во-первых, во-вторых, мамы становятся счастливыми, семьи становятся счастливыми, именно когда вот идет лично обучение мамам. Ты знаешь, я на самом деле тоже замечала одну интересную такую штуку, если проанализировать те семьи, с которыми мы работали, и там, где были самые быстрые результаты, самые быстрые результаты, это где работала мама, папа и ребенок. То есть мы со своей стороны помогаем ребенку, а мама, папа вкалывают по-честному сами. И, как правило, это начиналось с чего? Сперва вкалывала мама, а папа присоединялся потом. Почему? Потому что папы до этого с мамами были в каком-то напряжении по поводу обращения к нам. То есть вот эта неискренность в начале, типа, они мошенники, но сходи на всякий случай, а я буду тебя троллить за это, если не получится, за то, что ты зря потратила деньги, да. Вот это свойственно папам, и папы откладывали это на потом. Потом, когда до них доходило, доходило вот удивительно, через разные истории, но были истории там, до кого через алкоголизм, да, то есть напился, там, травмировался и вдруг осознал. А до кого, там, через ДТП, до кого вдруг самостоятельно дошло, мозг включился. Ну, то есть у каждого была своя трансформационная история. В какой-то момент было много отцов, которые просто увидели, что ребенок начал развиваться в какой-то момент, а потом произошла остановка. И у них раз произошло осознавание, что они, из-за них ли это остановка. Таких отцов много было. То есть, ну, у каждого была своя история. А вот все, что касается развития мам, папу-то мы особо и не стремились учить, потому что немного кармических историй висит на папах. Наверное, процентов 10, ну, до 20. А основной процент кармических историй висит на мамах. И вот с мамами там совсем другая песня получается. С мамами, если мама работает, если мама честно осознается, если мама честно прорабатывает себя и приходит к себе искренней, то у мамы меняются отношения с папой, меняется реализация, меняется отношение к жизни. Она действительно становится счастливой и все идет хорошо. Есть другой вариант, когда мама не меняется, и мы вот какое-то время назад просто тупо продавливали, чтобы был результат, нам хотелось результатов. И пошли болезни мам, когда мы торопились. Поэтому мы эту тему отбросили. И пускай лучше ребенок будет таким, какой он есть, чем у ребенка не будет мамы. Мама где-нибудь раньше времени отправится отрабатывать свои инкарнационные грехи. Я в кавычках говорю грехи, но какие-то отработки у человека. Человек не осознается. А осознание идет через боль. Ну, вот через боль, через болезнь. То есть трансформация внутри у мамы не происходит. И получается вот этот вариант, ну, в таком случае, пускай лучше не будет результата в инфодайвинге, чем будет больная мама. Но это тоже не подход, с другой стороны. И вот никогда не знаешь, как лучше. Потому что вот если по-честному, то, наверное, по-честному надо каким-то образом заставлять двигаться родителей. Мы же разные подходы пробовали. Помнишь, мы начинали вообще в подсознании, задавали вопрос, за какие деньги ее жаба задушит, чтобы она работать начала. И это на какой-то части мам сработало. Не на всех, но на какой-то части сработало. Потом смотрели, действительно наблюдали мамы, которые хотят искренних результатов своим детям. А сейчас помогает чат. Вот чат фильтрует, видишь сразу, будет работать или нет. Добавляется человек. У него есть возможность начать работать. Может, переступит он эту черту своей гордыни, своих страхов, еще чего-то или нет. И получается, есть мамы, которые пришли сразу в чат, а потом уже на консультацию. Вот там хорошая мама, там хорошие результаты. Даже хорошо в том, что бывает такое, что ребенок дернулся вперед в развитие, а потом раз, и пошла, например, агрессия. Там слой в подсознании начал подниматься, или там религиозный слой пошел в подъем. Вот сегодня зачищали так. А вот все равно это надо зачистить, и все равно это надо поднять, это все равно надо отработать. И с первого раза это не поднимешь. Это все равно процесс. И когда понимаешь, что мама открыто пишет, ты открыто отвечаешь, ты смотришь, вот идет вот это взаимодействие. И тогда, да, тогда счастье приходит в дом. Тогда и мама здорова, и ребенок развивается, и папа подключается. И чаще всего, вот если посмотреть истории, то истории эти со счастливым концом, когда и дети потом рождаются вместо того, чтобы разводиться. И работа меняется, бизнес свой открывается, и реализация, и все вот это. Все вместе. Поэтому обучение мамы, конечно, это очень важно. Если бы мало понимали это, все, да, то с этого и начинать надо. Я уже думала насчет того, чтобы подумать, может, даже какие-то такие коллективные загрузки, медиташки давать мамам, да и не только мамам, на широкой аудитории. Мы и так сейчас их даем, такие нормальные, глубокие. Вот, чтобы у человека хоть какие-то шаги, что запустит в нем процесс осознавания. Ну, не может быть такого, что тебе дана карма на 70 лет, а ты выскочил из нее, сказал спасибо, вильнул хвостом и убежал. И ни черта не понял при этом, и не изменился. Ну, не будет такого. Тебя просто твоя душа догонит и так поддаст, что хвост поджатым будет. Не бывает такого. В этом мире правит гармония. Гармония осознал, изменился, получил, пошел дальше и пошло-пошло развитие. Только оно идет так. Да, все равно так пойдет. А вопрос, как это делать экологично, чтобы всем хорошо было. Ну, наверное, у каждого будет свое экологично. Даже вот последний фильм, который снимали, мама была очень старательная. Благодаря ее стараниям медицина умудрилась причинить вред. Но благодаря ее стараниям инфодайвинг смог помочь. И вот когда смотришь, понимаешь, вот настолько все люди разные. А кто-то наплевательски относится. И благодаря вот этому наплевательскому отношению болезнь не успевает развиться, да? Потому что она проигнорена на входе. А есть где наоборот. И вот каждая история будет своя. А когда человек конкретно развивается, когда человек конкретно учится, когда человек конкретно разбирается в себе, в своих привычках, в своих манерах, и он меняется, то меняется все. А если еще внимание его на здоровье, на счастье, на любовь, то это и приходит в дом. Где внимание, там и результат. А еще бы ты начинал обучение мамы. Может сделать обязательное обучение до консультации. Тоже свой вид ограничений. Не люблю, а ограничения. Но это было бы хорошо. Вообще до консультации это очень хорошо. Но не каждая пойдет на это. Знаешь, как вот многих консультация включает, да? Многих консультация выключает. Но при этом, если есть уже опыт в том же чате, да? Уже и готовность к консультации другая. Да и вообще в чате даже, вот если, да, вот взять, у некоторых же даже консультация уже потом не нужна вообще, да? Если вот в чате, некоторые схватывают в чате суть и общаются, общаются. Ну и потом они все равно консультацию, но одной консультации достаточно. Ну у нас много у кого было одна-две консультации. Если тяжелые совсем случаи, то максимальное количество у нас, сколько, наверное, шесть было? Больше не было. Но там это было вперемешку и мама, и ребенок. Классно, когда курс есть у мамы. Вот пройденный курс. Когда мама сама работает еще, с ребенком помогает нам. Знаешь, да, вот когда она именно, причем она не просто вот работает, а она осознает, что она делает, да? И у нее есть желание, искреннее желание. А искреннее желание – это равно сознание. Там еще другой процесс тогда запускается. Смотри, вот сколько раз мы встречали, когда в подсознании идет конфликт к маме-ребенок. То есть, как правило, подсознание ребенка либо мстит, либо причиняет боль, либо отыгрывая какую-то кармическую историю, какое-то принятое тогда решение. И когда мама начинает взаимодействие, и это идет через искренность, через любовь, вот эта вот травма, она как бы стекает в никуда. Она растворяется. Она трансформируется в любовь. И получается, вместо войны, когда мать должна там всю жизнь вытряхивать памперсы, да, и ухода, да, за ребенком, возникает любовь, диалог, и дети начинают говорить «мама», и начинается вот эта искренность. То есть, вот эта кармическая история, она как бы уходит за счет того, что есть встречное движение из искренности и любви. Причем одно дело, мы даем возможность «идите навстречу друг другу», а другое дело, они идут навстречу друг другу. Это разные процессы. На консультации мы зачищаем и говорим «ну идите навстречу друг другу, любите, да, все будет хорошо, учитесь». А сколько раз после этого было, вот ты зачистила, мама пишет, не сдержалась, наорала, побила там, да, я себя виню, я себя там корю, я там еще что-то себя, ну, и оживила старое, ну, ты же за это получил эту карму. И потом раз, и опять ракушка закрылась. И вот когда мама это осознает и двигается навстречу, идет и осознанно учится, осознанно меняет, сама меняется осознанно, то и подсознание ребенка осознанно прощает, закрывает эту кармическую историю. Иногда не через перезаливки и зачистки, а вот именно через осознавание. И это глубже на порядок, и это выхлоп энергетический выше, и это осознанность значительно больше. То есть это вообще про развитие, это про развитие человека как Бога. Здесь, конечно, без вариантов. Возможно, мы когда-нибудь придем к тому, что у нас будет только обучение, не будет консультации. И почему-то мне кажется, что мы скоро так и придем. Что все, что будет касаться работы, и оно будет в процессе обучения. На самом деле на наших курсах мы даем очень много того, чего человеку просто вот бери. Осознавай. И это меняет коренным образом все. На курсах даже просто происходит исцеление. Нет, так по обратной связи видно, сколько пишут людей, у кого повыключались заболевания. Причем это было в процессе обучения, а не в процессе консультации. И даже в процессе консультации, когда мы говорим, мы же не гарантируем человеку, что у него что-то там отключится. Нет, мы человеку показываем, с чем работать, за что прилетело. Мы даем человеку осознаться. Зачем тебе причиняет твоя божественная часть боль? Что ты делаешь не так? И у человека в какой-то момент происходят вот эти моменты, когда он осознает, и тогда можно это все переключить в другое русло. А вообще, ты знаешь, я все чаще себе задаю вопрос. Вот если я осознаю себя, да, и осознаю в себе Бога, и мне интересно сегодня проходить вот работу с физическим телом, со здоровьем людей, с трансформациями людей, да, мне это интересно. Я не знаю, сколько лет мне это будет интересно. Не знаю, как тебе. Я даже не задумываюсь. Но при этом, наверное, наступит время, и достаточно скоро, когда захочется видеть вокруг себя здоровых людей, и мир здоровых людей, мир счастливых людей, и пребывать в этом мире. И исследовать другие глубины психики, связанные, например, не с физическим здоровьем, а с творческим развитием человека. Это огромное тело. Или с возможностями физического тела. В том же спорте. Это огромная тема. Мы туда еще не ходили. А это же интересно. Интересно. И вопрос. Мы успеем подготовить тех, кто будет работать вместо нас? Тоже вопрос, да. Сегодня есть инфодайверы, которые учатся. И тоже надо, чтобы они делали консультации, потому что я осознаю, что я хочу видеть вокруг себя здоровых людей. Действительно здоровых людей. У меня нет подхода, как у психологов. Схватил фишку, быстренько побежал на ней зарабатывать. Нет. Я все делаю, потому что мне интересно. А что будет интересно завтра? Завтра покажет. Очевидно. Завтра будет завтра. А сегодня поправляются те, кто занимается, исследует себя, погружается в себя и разбирается с собой, со своими какими-то недоработками, ошибками, еще с чем-то. Человек разобрался с собой, осознал в себе свои божественные способности, осознал Бога. И ему не надо причинять боль, ему не нужна болезнь. Все. Если у него хватает ресурса на жизнь, он живет. Если не хватает, он ведет в следующее тело. Это тоже про осознанность и про осознанный выбор. И, кстати, в этом плане решение человека определяющее. Даже в последний момент все равно не наше решение определяющее. Хотя мы пробовали, я Бог и Бог, и Бог приказал. И это работает какое-то время, а потом человек так говорит, а я тоже Бог. Но я так не хочу. И выбор человека доминантен. Поэтому, когда я слышу, когда говорят, не нарушай закон свободы выбора человека, а его нарушить невозможно. Это по закону парадокса невозможно. То есть ты можешь творить, что хочешь. Ты не можешь нарушить выбор человека, если ты идешь в соответствии с законом парадокса, и ты его осознаешь. Но ты можешь очень сильно вляпаться, если ты не осознаешь закон парадокса. Он над, 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 над управляющей этой структурой. И в этом парадокс. Ты можешь все, но в то же самое время тебе может за все это и прилететь. Дуальность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова